Сегодня мы расскажем вам про так называемый стробоскопический эффект. Чтобы его пронаблюдать, можно взять динамик, желательно побольше, приклеить к нему трубку, по которой потекла вода, затем на динамик подать низкий звук, а именно с частотой 24 Гц, и снять это на обычную камеру или фотоаппарат. Если потом посмотреть на полученное видео, вы увидите, как капли как-будто висят в воздухе. Это, конечно, не единственное проявление этого эффекта, но обо всем по порядку. Итак, почему это происходит? Это происходит потому, что большинство камер снимают с частотой 24 кадра в секунду. Это означает, что в течение секунды камера 24 раза делает снимок с короткой выдержкой. Если мы возьмем какой-то процесс, например, колебание мембраны динамика, которое происходит с такой же частотой 24 Гц на это время, а здесь мы отложим отклонение мембраны от положения равновесия, ну и пускай вот такой синусоидальный сигнал у нас, и попытаемся снять его камерой с частотой 24 кадра в секунду. Что мы увидим? Камера будет выхватывать постоянно одно и то же положение мембраны, потому что частота колебания вот этой синусоиды и частота вот этих вот снимков одинаковая. И мы будем видеть мембрану постоянно в одном и том же положении. И нам покажется то, что мембрана вообще не двигается. То же самое происходит и с каплями. Когда струя, вытекающая из трубочки, которая привязана к динамику, разбивается на капли, она это делает тоже с частотой 24 кадра в секунду. И мы видим каждую капельку в одном и том же положении. То есть нам кажется, что капельки висят в воздухе, но на самом деле это разные капли, но они снимаются камеры в одном и том же месте. Нам кажется, что они висят в воздухе. Если частота колебаний мембраны динамика немножко будет отлична от частоты, с которой снимает камера, то камера будет снимать, ловить вот эту мембрану или капельки в разных положениях. И нам покажется то, что капельки двигаются. Вот так вот. Если частота будет отличаться в одну сторону, то нам будет казаться, что капельки падают вниз, а если в другую сторону, то что капельки падают вверх. То же самое явление мы можем увидеть в кино, когда на экране появляется автомобиль. Если автомобиль будет двигаться со скоростью v, которая равна π умножить на радиус его колеса умножить на ν, где ν это 24 кадра в секунду. И если радиус колеса это приблизительно 20 см, то мы получим 110 км в час. В этом случае колеса у автомобиля будут вращаться с частотой приблизительно 24 кадра в секунду. И в кино они просто остановятся. Ну, нам так покажется. Если частота будет немного отличаться от 24 Гц, то колеса будут медленно вращаться либо вперед, либо назад. Ну, часто такое видим в кино. Этот же стробоскопический эффект можно увидеть, если снимать струну, которая колеблется с частотой 24 Гц. Это нота Sol subcontra-октавы. Или скратно ей 48, 72, 96 и так далее. Однако на высоких частотах этот эффект смазывается из-за конечного времени выдержки камеры. Для того, чтобы наблюдать этот эффект, не обязательно иметь камеру. Можно взять диск с отверстием, насадить его на электромотор. А дальше, если смотреть на какой-то колебательный процесс, происходящий со скоростью близкой к скорости вращения мотора, то можно увидеть его как будто бы замедленно. Если его скорость равна скорости угловой скорости или кратно, то этот процесс вообще как будто бы остановится. Например, частота переменного тока в сети 50 Гц. Поэтому, если посмотреть через такой диск на, например, лампу дневного света, то можно увидеть, как она мерцает. Частота вращения нашего мотора 28 Гц. А камера снимает 24 кадра в секунду. Поэтому мы можем видеть вот такое вот интересное явление. Пальцем мы можем менять частоту вращения диска и заставлять его на камере крутиться как бы то в одну сторону, то в другую. Хотя на самом деле он все время крутится в одну сторону. Просто с разной частотой.